Друзья, всем привет! Каждый из вас стоял перед выбором, какой квадроцикл ему купить, длинный или короткий. Это долго вас мучило, вы спрашивали друзей, знакомых. Давайте разберемся и поговорим об этом все-таки, какой именно вам подойдет. Погнали! На российском рынке на данный момент доступно две компании, которые имеют в своем арсенале длинную и короткую версию с мощным альтернатором. Давайте и на их примере рассмотрим. Первая это компания Одесс, которая имеет 1000 версию патч-кросс и вторая компания КНМ, 1000 Outlander и короткий Outlander 1000 также. Длина обоих составляет 2 метра 46 сантиметров, а вот в коротких версиях патч-кросс и Outlander есть разница. Outlander составляет 2 метра 18 сантиметров, а короткая версия Одесса патч-кросс составляет 2 метра 3 сантиметров, что получается Одесс на 12 сантиметров длиннее, чем Outlander коротыш, и в то же время на 16 сантиметров короче, чем версия Outlander XMR 1000 и патч-кросс 1000 матпро. Вот это поворот. Давайте разберемся на примере квадроцилки марки Одесс, поскольку они более доступны к покупке на российском рынке. Так вот, если вы решили выбрать длинную версию, вы должны четко понимать, что вы собираетесь кататься в горной местности, где у вас часто такие крутые спуски и подъемы, где действительно необходима более длинная версия, поскольку она менее склонна к опрокидыванию. Если же вы катаетесь на равнине и вы все время собираетесь возить за собой второго номера и не расставаться с ним, а не так, как вы считаете по большому счету, то, что да, я вот когда-то посажу этого второго пассажира, то фактически этот квадроцикл не имеет смысла к покупке, поскольку он имеет не такие драйвовые характеристики в управлении, и в то же время он имеет свойство скакать и в то же время клевать носом на скоростных прохватах, где особенно вы периодически бываете подпрыгивать. Если все-таки вы решили катать один, и вы не собираетесь возить со собой второго номера, который, в принципе, очень сильно теряет в управляемости, то, конечно, стоит рассмотреть версию каратыша. Так вот, на примере вот этого я снял видео о том, где мы поставили ровное, четко колесо в колесо, именно по переднему колесу, и сравнили на примере с квадроциклом BRP 1000 XMR, где вы можете посмотреть, насколько фактически Одес-Коротыш короче, чем длинная версия. Смотрите в это видео. Друзья, многие задаются вопросом, насколько Outlander и XMR 1000 длинный, и Одес-Коротыш длиннее или короче. Вот давайте теперь сравним. Мы поставили колеса в ровень, бампера практически один в один ровень, и теперь мы с вами можем видеть, насколько Одес-Коротыш длиннее, короче, чем XMR Outlander. Буквально на какие-то там, наверное, 10-15 сантиметров максимум. Вот смотрите, насколько разница на камере это передается, видно. Сиденье, как вы можете сдавить, практически один в один. То есть, если вот вы думаете брать коротыш или длинный, вот вам для примера и для сравнения. Ну, коротыш, конечно, тема, даст вам прям вот кайфовый драйвовый прохват. Прям буквально на чуть-чуть, на чуть-чуть. Ну, вот здесь, говорю, на камере прям очень хорошо видно. Прям буквально вот на толщину, на половину толщины баллона. Здесь вилтанк, там 30-е изила. И здесь, и здесь. Ну, как-то так. Ну что, надеюсь вам вот это обзорное видео в сравнении дало какое-то понимание, и вы, надеюсь, примите решение купить длинную или короткую версию. Выбор все равно остается за вами. На примере моего близкого друга, который очень долго, мучительно выбирал длинную или короткую версию. Одни друзья кричали, бери длинную, другие кричали, бери короткую. В итоге долгими раздумьями, поскольку он собирался кататься один и хотел получать удовольствие с драйвовыми прохватами, с грязюкой и не таскать за собой второго номера, он принял решение купить версию коротыш. И, в принципе, он об этом даже не пожалел и получает удовольствие, катаясь прям по самой, называется помидоры. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, я ответил на те глубокие вопросы, которые сидят в мозгу, какую версию все-таки купить. Не ленитесь, поставьте лайки, нажимайте колокольчик. Еще будет очень много разных интересных обзоров, о которых я буду рассказывать. Всем спасибо за просмотр. Пока!